Мы прочитаем эти стихи, отрывки из Писания, которые читали. Мы сказали, довольна, больше не проси меня об этом. Зайди на гору Фанда и погляди на запад, и на север, и на юг, и на восток. Погляди своими глазами, ибо не суждено тебе перейти за Иордан. Отдай распоряжение Иисусу, веление быть твердым и стойким. Он пойдет во главе этих людей и сделает их владением в страну, которую тебе дано лишь увидеть. Мы остановились в долине этого гора. Я хочу сегодня говорить об этом отрывке Писания. И тема, которую я хочу поднять, это прощение и наказание от Господа. Что мы видим, если вы помните, здесь написано, что Муша сказал, я взмолился Господу. Он не просто взмолился, он не просто попросил. Он написано, что он взмолился. Он сказал, что это был такой процесс. И что он попросил. Кто помнит, каким было наказание, и что он хотел. Кто помнит? Кто помнит? Он очень хотел взмолиться к земле обитова. Он очень хотел взмолиться к земле обитова. Потому что однажды Бог сказал Моисею подойти к горе, к скале, и сказать скале, чтобы та дала воду. Но вместо этого он не послушался, и он ударил по скале. Он ударил по скале от того, что он нервничал, из-за того, что происходит с народом. Он видел то, что народ восстал. Коль הזмен метроненим, не хотим להкшевле Иллюим. То есть, это краз, что не было как-то легитимий. Его гнев был вполне оправданным. Но Бог сказал, что для меня это недостаточно хорошо. И тогда Бог дал ему наказание. Он сказал, что несмотря на все эти 40 лет хождения твоего, и того, что ты будешь народ, то, что самое главное, ты не получишь, ты не войдешь в битовую землю. То есть, здесь мы видим, что есть действие, и есть уничтожение. И мы видим, что есть дело, и есть за него наказание. И в Торах мы покажем много, много вещей. И в Торах мы встречаем сейчас с такими вещами. Потому что Аллоим говорит, что Он цадик. Потому что Аллое написано, что Бог праведен. И Бог праведен, и Бог прощающий, но не оставляющий без наказания. То есть, за всякое деяние Он дает наказание. И очень часто люди не привыкли к этому. Особенно верующие. Мы смотрим и говорим, что Иешуа все это за нас совершил. Если я что-то сделал, какой-то грех, я приду к Богу, попрошу прощения. Все очищается, и нет никакого. Так это не работает. За каждое дело, которое ты совершаешь, грешное. Я дам несколько примеров. Вы помните Довида? Он был очень, очень близким к Богу. Он говорил с Богом. Но один раз, он был только ребенок. Он поднялся к Богу и поднялся к Ишту. Он сделал это специально. Когда мы смотрим со стороны на это деяние, и понятно, что это ужасно. И мы, в качестве судей, мы бы очень сильно наказали Довида. Когда мы видим такой поступок. И Господь тоже не остается сидеть в тишине. Он сказал Довиду, ты согрешен. И Давид совершенно понимает свой грех. Он осознавал свой грех. Он приходит к Богу, Господа. Он искренне каяться, он плачет, он просит прощения. И Господь говорит, хорошо, я тебя прощаю. Ты не умрешь. Но твой сын умрет. С одной стороны, мы видим, что Богдан простил. Но с другой стороны, мы видим, что есть наказание. То есть, теперь есть наказание. За каждую грех, которую ты совершаешь, ты почувствуешь, что ты получишь свой блог. Я даю вам еще пример. Авраам. Один из избранных. Это наш праотец. Когда он зашел в землю Ханат. Сахакол Машу Уосау Амартов. Они егид лаэшти, шизот охоти. Что он всего сделал? Он сделал, он сказал на свою жену, что она его сестра. Он сказал, это очень маленький обман. Что уже произойдет? Это даже для меня хорошо. Я буду жить, для того, чтобы они не убьют. Но даже эта маленькая лошка, она плечет за собой. И тогда мы видим, что царь взял его жену. И она проводит там, он царя очень много времени. И несмотря на то, что Господь вмешивается и говорит царь, он отпустит его жену. Он отпускает в ее, и она возвращается к Аврааму. Он даже получает огромное богатство, золото и серебро. Но после этого царь беременит. И все говорят, что это, чего это беременность? Может быть, это царя. И тогда он должен жить с этим противопротивлением всю свою жизнь. То же самое произошло с Ицхаком. Иди и объясняй всем, что это неправда. Маленькая лошка, она может привлечь плохие последствия от твоего жену. Шехерезе баим, вымарим, има Ацба, выумрим, зе лоб бен шелха. Потом могут прийти и сказать, показать пальцем, и сказать, это не твой сын. Он потух, и уйдет, что это бен шелха. Он знал, что это его сын, сто процентов. Но люди вокруг него всегда были противопротивлением. И мы видим много таких вещей. Еще маленькая лошка, которая произошла с Ибраамом и Саран. Когда Бог сказал, что у вас не цинь, они не поверят. Они начали смеяться. Они посмеялись над Божьим словом. Потом, и этот поступок, он... Иллюим אומר, вы назовете его Ицхак. И с того дня, как он родится, каждый день, когда вы будете на него смотреть, вы будете вспоминать это имя. Вы будете вспоминать свой поступок. Вы посмотрите на него и вспомните Ицхак. И когда вы будете смотреть, вы будете вспоминать, как я посмеялся, как я не поверил Богу. Какое дело, которое мы делаем, мы делаем, мы вели он лишь. Это то, что происходит в Моше. Он не поверил Богу в Слово. Он не показал эту правду, которая находится в Божьем. Он делал что-то по своей силе. Когда Бог сказал, что ты не войдешь в землю. Потому что это земля особенная. Потому что там ты не можешь жить своей силой. Там ты не можешь жить своей силой. В этой стране ты должен жить по Божьему Слову и в вере в Бога. Это его наказание, которое он получил. Что ты делаешь, ты получаешь потому, что ты сделал. Иешуа сделал что-то великое для нас. Это значит, что у нас сейчас есть близость с Богом. Мы можем прийти перед ним. Но это не решает мои каждодневные проблемы. Если ты с кем-то поспорил, если ты кому-то причинил зло. Ты можешь прийти к Господу, помолиться и попросить прощения. Но что-то не спорил, что-то не спорил, что-то не пройдет. Но это происходит в себе 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 не пройдет. И это происходит в нашей жизни каждый день. И это может быть в любом сфере. Мы ответственны за то, что мы делаем. Так что нам дает прощение от Иешуа, прощение от Господа? Таким образом оно выражается, если мы все еще несем на наказание. Потому что Бог говорит, когда я прощаю, я принимаю тебя. Я готов помочь тебе. Я могу отдалить свое наказание. Или я большое наказание могу заменить небольшим. Это то, что происходит, когда человек открывает свое сердце и искренне просит прощения. Иллюхим говорит, если ты действительно каешься от всего сердца, я могу помочь тебе пройти это наказание. Я буду поддерживать тебя весь твой путь. И ты пройдешь его. То же самое произошло с Шаулем. Он преследовал Павел, преследовал верующих. Он даже убивал. И когда он покаялся. И когда он начал служить Господу. После этого он тоже много страдал. Он еще увидел, что я ему сделаю. Он очень, очень смешный. Из-за того, что он делал на это, это гонение верующих. Из-за того, что он гнал верующих, он очень много его гоняли потом. И его билет. И его билет. И почти его билет. Меда кинегид меда. Меразамеру. А он של Иллюхим עובד. Это наказание Господа, оно работает. Но также слеха, он оттенит кухо для отгиба. Но спрашение Господа дает силу быть мужественным. То, что я хочу прочитать сегодня нам. Ликро лахэм. Прочитать вам. К чему я хочу призвать вас. Чтобы мы знали, что мы делаем. Чтобы мы относились с уважением и с честью ко всему. Чтобы мы знали, что у нас есть ответственность за каждый наш поступок. Даже если это небольшая ложь. Но за все мы несем ответственность. И если в той была большая ответственность. Сейчас у нас еще больше ответственность, потому что это жертва Ишуа. Потому что наш уровень, наш статус, Бог повышает еще на несколько уровней. И тогда и требования других намного больше. Азбезея не рудце, Лисая. И на этом я хочу закончить. Амэн. Амэн. Я хочу еще кое-что указать в этом Пороша Шабуа. Этот отрывок постоянно говорит ко мне. Я хочу прочитать 5 главы. Азбезуя, пожалуйста, твитиху 5 главы. Откруйте в церазаконии 5 главу. Меут хавал, что есть хелек шелек шеллено 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 месеткалим в Танах. Жалко, что есть часть людей, которые совершенно не открывают свои Библии. Я не уверен, что и дома вы открываете свои Библии. И здесь мы специально не высвечиваем текст, потому что мы хотим, чтобы люди научились искать его в своих Библиях. Я хочу прочитать первые 4 стиха. Моисей созвал всех сынов Израилевых и сказал, Слушай, Израиль, предписания и законы, которые я возвещаю вам ныне. Заучите их строго, соблюдайте и исполняйте их. Господь Бог наш заключил с нами договор на Хариве. Не с нашими отцами Господь заключил этот договор, а с нами. Со всеми нами, с теми, кто жив и стоит здесь сегодня. Господь говорил с вами лицом к лицу, говорил на горе из огня. И здесь написано что-то очень интересное. Моисей говорит с народом Израиль. Но это уже не те люди, которые выше с Египта. Кто помнит, что произошло с теми, которые выше с Египта? Они умерли из-за того, что они возвели себе золотого тельца. И все люди, которые стояли тогда перед Моисеем, это было новое поколение. Но здесь в третьем стихе очень ясно написано. Не с вашими отцами, а с вами, Господь заключил завет. Что это значит? А нашим эти люди еще не родились. Они еще не были даже запланированные их рождения. Но вот Моисе говорит с вами, Господь заключил завет. Это то, о чем я манился в самом начале собрания. Каждый еврей вышел из Египта. Каждый еврей заключил завет. Потому что это было на генах тех цов, которые заключили завет. И эта память, она каким-то образом раскрылась. Но есть очень интересная обещание. В Брите Ходоша. Вы помните, Иоанн Креститель крестил людей в воде. И он сказал, кто-то, кто идет во Мною, сильнее меня. Потому что он будет воскресить огнем и духом. Вы помните, что это? Что значит молитвом в духе? Это наполнение силой Святого Духа. Со знамением говорения на языках, без знамения говорения на языках, с пророчеством или без... Это то, что мы получаем как подарок. Но вторая часть, это он будет погружать или крестить вас огнем. Многие переводят крещение огнем как прохождение испытаний. Каким-то образом можно сказать это право. Это то, о чем говорил Дима. У нас есть огромная ответственность перед Богом. Да, все наши грехи Иешуа взял на себя, он пострадал. Но у нас есть также, мы несем ответственность. И вот этот суд, который он ожидает нас, он может быть сравним со днем. Но есть еще одно значение, слово огонь. Здесь, в 4 стихе написано. Паним, в паним, дибер Родонай имхэм бэхар метох аэш. Господь говорил с вами лицом к лицом на горе из огня. Мээш Родонай дибер. Из огня говорил Господь. Это то, что Иешуа должен делать. Лахзир ламу, оттар гаша, ше коль хад мэтану омэд мул хар. Вернусь нам это чувство, что как будто каждый из нас стоит перед горой. Эфу ше Адонай мидабэр олену. Там, где Господь говорит с нами. Эфу михадэш бетохэйну Тора. Там, где Он обновляет внутри нас Тору. Как написано в Иеремиягу 31, 31. «Ани, я возьму это Тору и напишу на ваших сердцах». И вдруг это слово не станет актуальным, не будет актуальным только для еврейских. Эле, также, через Иешуа оно разлиется на ваших сердцах. И написано, что Ивы наследие Борога. И обрам станет обрагам, отец многих народов. В этой точке происходит соединение. Где Слово Божье и близость к Израилу произникает на все народы. И для меня очень радостно вот это вот Слово. И это недельное чтение и возвал. Особенно вот этот отрывок. Давайте мы встанем и помолимся, и мы унесем Тору. Аба, не помолимся, что это тема огня. Не было для нас только тем испытаниям, которые мы проходим в нашем сердце. Эле, чтобы мы слышали тебя, как ты говоришь, из окня к нашему сердцу. Для обновления Завета. Для обновления Тора внутри нас. Для обновления Тора внутри нас. Для нас подготовки к наполнению цветов духа. Чтобы ты сделал нас своим народом. Как написано на послании Криньев. Акадея ках. Что шум дабыр не может уничтожить от нас от любви. Шум кухот. Шум молоким. Шум дабыр. Ани метфалел, Аба, шеакшав. Атак, ты ухал легать в коль лев. Мутар афилу ларинь ядайм. Вы можете поднять руки. Тега в коль лев и в коль яд, Аба. Прикоснись каждому сердцу. В хадеш בתухину Брит. И обновим на Завет. Брит Синай и Брит Хадаша. Брит на горе Синайской и Новый Завет. Тен לנו, Адон, кравут олеха. Дай нам близость с тобой. В тазор לנו לעשות рационеха в хаеину. Помоги нам с нашей жизни совершать. Им охрают раба. С большой ответственностью. В дам им хуцпа раба. И даже с большим дерзновением. Тазор לנו להיות ממש хуцпаним בשביל шем של ישуа. Помоги нам быть дерзкими ради им имени ישуа. В делах праведности. В делах хороших делах. И в мангле малия драха меруоха Кудеш. И я говорю, даже вокруг вас. В этих людей, которые стоят здесь. И мы просто пытаемся быть так, чтобы никто не видит меня. Которые, те люди, которые пытаются скрыться, чтобы никто не видит меня. И день один, И в днем днем Господь говорил, И в днем Господь. Он сказал, я вам свое слово сделаю как какой-нибудь третий день. И ты не сможешь себя... и ты открываешь свою устану. Таасе אותно, Эбе. Медобрем олеиха. Делай, чтобы мы говорили о тебе. О глухаритеха. О твою славу. И они страдают от тех глупостей, которые делают детства. И иногда мы сами сходим от тех вещей, которые делали наши отцы. Мы благодарим за жертву Иисусуа. Мы признаем, что Он берет часть нашего наказания. Он берет наш... Наказание грехи. И он берет на себя эти проклятия, которые должны были упасть на нас. В нашей жизни мы должны тоже идти с чем. Азбе, ты азовер нам. Отец помоги. Летгебер. Возрасти над этим. И отпустить. Теборех אותно. Боим Иисусуа Масхи. Амин.